Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня посмотрим с вами ваш Таро-прогноз на неделю в период с 1 по 7 апреля 2024 года. Проанализируем цепочку предстоящих событий и узнаем, какие энергии и тенденции ожидают вас в течение этих 7 дней. Работаем мы сегодня с колодами Таро потерянной души, а также Ленорман золотой нити. Поэтому приступим. Настройтесь, пожалуйста, на расклад. И посмотрим, к чему вам стоит быть готовны. Основные энергии недели, предостережения и рекомендации от карт. Маг Колесо Фортуны и Тройка Жезлов. Замечательные арканы. Почему? Потому что в первую очередь они вам сулят новые возможности. А именно, несмотря на период коридора затмений, периода начала ретро-меркурия, это ситуация, когда вы получаете результаты своего труда. То есть это могут быть какие-то выплаты, бонусы, премии, дивиденды, возврат долга. И в целом это может быть идея, когда что-то старое вы начинаете по-новому. То есть трансформируете, возобновляете. Вот здесь, как по ситуации повернуть время вспять и начать наново, для вас будет очень продуктивным. Ну, к примеру, вы чему-либо обучались. Допустим, какие-то онлайн-курсы в записи забросили. Сейчас самое время к ним вернуться. Или, возможно, вы начинали пробовать для себя новый вид спорта. Или, возможно, какую-то диету. Или протокол лечения врача. Но вы делали, начинали, срывались. То вот сейчас самое время возобновить эти процессы. Как своего рода повернуть время вспять. Дать себе еще один шанс. Потому что вы действительно сможете получить эффективный результат. Более того, если вы думали, размышляли относительно вопроса финансовой грамотности. То есть инвестиций и прочих аспектов. Можете пока собирать информацию. Возможно, подыскивать для себя школу. Или трейдера, который будет заниматься вашими валютными операциями и прочим. Не вкладываться на этой неделе. А, повторюсь, только искать информацию. Все активные начинания вы можете делать после 25 числа. Самое главное, услышьте меня корректно. Если вы что-то возобновляете, вы можете делать в течение этого периода. Если это абсолютно новые процессы, тогда только после 25 числа. Ну и в целом, кстати, могут быть успешными поездки. В особенности в те места, где вы, возможно, бывали ранее. Потому что Маг Колесо Фортуны – это хорошо известная вам местность. И причем по тройке жезлов здесь ощущать себя очень легко, комфортно. То есть, может быть, знаете, вы путешествовали, какое-то место недоизучили. То есть, сейчас будет самое время вернуться и досмотреть, возможно, все то, что вы не увидели, не услышали. Так сказать, заново осязать эту информацию. Посмотрим, о чем говорят эти карты относительно вопросов личной жизни. Для тех, кто у нас свободен по десятке жезлов. Это ситуация, когда у вас могут кто-то наклевываться из прошлого, потому что Маг и Колесо Фортуны, как я говорила, повернуть время вспять. Но для вас эта ситуация будет сложной. Вы будете понимать, чувствовать интуитивно, что-то, знаете, как наступать на одни и те же грабли. Поэтому для себя, да, вы здесь можете пообщаться, но не вижу, чтобы вы активно эти отношения возобновляли. То есть, скорее всего, давайте посмотрим. Королева Чаш, Шестерка Монет и Паж Монет. Но вы здесь взяли весь ресурс. То есть, эти отношения вы будете отпускать. Если вы в любовных треугольниках по Аркану Звезда, это желание осуществить свою какую-то идею, мечту. Возможно, с вашим любовником, любовницей, с вашим партнером. Кстати, неожиданно для себя можете получить какой-то подарок. Потому что по связке Арканов это как неожиданная радость. И если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, Аркан Отшельник. Это проявление мудрости, проявление дипломатии. Иногда это может быть зацикленность на каких-то своих задачах. То есть, больше времени посвящать себе своим хобби, своим увлечениям. Это не значит, что вы или ваш партнер будет ощущать себя одиноко. Нет, это не так. В контексте и связке данных Арканов это просто ситуация такой, знаете, изоляции. Побыть немножко интровертом, дабы больше времени и внимания посвятить тем проектам, которые у вас стоят на повестке дня. В особенности, кстати, если вы занимаетесь публицистикой, писательством. То есть, что-то издаете, несете в массы какую-то информацию, обучение. То это для вас действительно будет очень продуктивный процесс. Если смотреть ситуацию с точки зрения работы, заработка, карьеры. Для тех, кто у нас сейчас не работает. По королю жезлов это может быть помощь или финансовая подспорь со стороны человека. Огненной стихии, Огнен, Лев или Стрелец, потому что это своего рода как мотиватор. Потому что эти карты у нас говорят о том, что дать вам толчок, какую-то энергию для того, чтобы вы копали, собирали информацию. Здесь пока может быть разовый какой-то заработок. Ну, к примеру, вам пришла, допустим, утрированная соседка и говорит, помочь перешить ее платье. Допустим, она постройнела, где-то там ушить, что-то подкорректировать. То есть для вас это, да, разовый проект, но при этом вы можете заработать небольшую энную сумму денег. Ну, в любом случае, вам это в плюс. То есть своего рода вам это, знаете, как льстит вашему эго, и вы несете какую-то помощь людям. Поэтому здесь это прекрасно. Если вы у нас соискатель по аркану сила, прекрасные арканы. Во-первых, может идти понимание или осознание, что вы можете вернуться в ту нишу, в которой работали ранее. Или, возможно, на то предприятие, где вы ранее работали, трудились. Здесь это действительно будет в плюс. Или в ту нишу, где вы были задействованы. Ну, к примеру, ранее вы были мастером маникюра, сейчас вам нужна подработка, энная сумма денег. То есть вы можете вернуться к этой деятельности как не основной, а, допустим, как подрабатывать. То есть, понимаете, здесь это воспользоваться теми навыками, которые у вас хорошо получались. И как знать, возможно, вы станете экспертом этой ниши, и вообще это будет вашей основной деятельностью. Потому что здесь первооснова, это, знаете, как работать на самих себя. Делать то, что вы первоклассно умеете. Кто-то печет торты, кто-то шикарный автослесарь, кто-то может консультировать по каким-то моментам. То есть здесь на этом зарабатывать ресурс. Если вы у нас наемный сотрудник, королева жезлов. Это может быть помощь и поддержка со стороны женщины огненной стихии, овен, лев или стрелец. Но, помимо всего прочего, это ваши цели, это ваши амбиции, достичь большего. Тем более, что предпосылки к этому у вас будут. Это, кстати, могут быть еще, помимо всего прочего, курсы, какие-то обучающие мастер-классы, бизнес-тренинги. Где вы можете проявить себя в качестве прекрасного спикера. И на вас обратят внимание. И это действительно может быть для вас таким знаковым периодом. Потому что сейчас у нас еще коридор затмений. Все это может поспособствовать вашему дальнейшему карьерному продвижению. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, карта солнца. Это хорошая прибыль, это хороший доход, активность. Это могут идти возобновления с партнерами, с которыми вы работали ранее. Или вот если, допустим, энный период времени вы не могли получить какую-то продукцию, были проблемы. То это решить этот нюанс, убрать, скажем так, эти преграды. И как следствие, видите, солнце, активность, деятельность и очень хороший заработок. В особенности, если вы обучаете, можете давать какой-то опыт или записывать обучающие курсы, мастер-классы. Потому что маг, колесо, фортуна и тройка жезлов. Это показать другим, как зарабатывать деньги. Но при этом зарабатывать на этом самому. То для вас это будет идеальный вариант. По состоянию здоровья. Аркан луна. Это психоэмоциональные состояния. Иногда вопросы гормональных эндокринных нарушений. В частности, необходимо обратить внимание на вопросы кишечника. И еще, если у вас есть узловоз общей тавидной железы. То вот здесь пришло время, знаете, как заново пройти диагностику. И проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Предостережение от карт. Король монет, повешенный и девятка монет. Основной посыл. Во-первых, это сейчас не инвестировать какие-то крупные суммы денег. Не делать крупных покупок. Допустим, продавать вы можете. Будь то машина или квартира. Единственное отступление, что на ретро-меркурии можно покупать вещи, которые были в употреблении. То есть, бэушное авто. По поводу вторичного рынка недвижимости, это все-таки спорный вопрос. Я бы не стала этого делать. Но то, что касается бывших в употреблении автомобилей, то более чем благодатный период. Опять же, не рекомендовано в течение этого периода занимать деньги или самим брать в долг. Потому что, во-первых, ситуация, которая затянется, и вы можете выплачивать кабальные проценты. Если же заняли деньги у вас, то велика вероятность, что отдавать вам будут их крайне долго. То есть, по сути, та сумма, которую вы отдаете, особенно если без процентов, может быть, кому-то по дружбе, то ваши деньги, по сути, обесценятся. Еще король монеты повешенной. Это как зависеть. Знаете, как? Нет, не зависеть. Сейчас правильно скажу. Быстренько переведу. Подвесить. Вот. Подвесить общение с мужчиной земной стихией. Телец, дева или козерог. И выбирать себя, свою ценность. То есть, с кем-то прекратить общаться. В особенности, если вы ощущаете, что человек в чем-то вас обесценивает, обезличивает, высмеивает. И, знаете, постоянно с сарказмом подкалывает. Причем такая модель и стратегия, модель поведения по отношению только к вам. А вы замечаете, что к другим людям из вашего окружения такового нет. То, знаете, как пресечь это и прекратить общение и коммуникацию с этим человеком, с этим партнером. Смотрим с вами рекомендации от карт. И на повестке дня у нас, как мы видим, вложится семерка чаш. Прекрасная карта, потому что, во-первых, она в какой-то степени говорит об исполнении мечты. А с другой стороны, это как вопрос трудного выбора. Но вместе с тем планирование каких-то ваших действий, вашей мечты или достижения планов. Поэтому, с точки зрения рекомендации, это как, знаете, следуй за мечтой. Планируй, делай первые шаги в осуществлении задуманного. Также с вами посмотрим и проанализируем неожиданность периода. Что у нас здесь на повестке дня. Какова ситуация. Так, плетки, письмо и карта дом. Могут быть какие-то, своего рода, тревожные новости из дома. Давайте посмотрим, какого плана, о чем здесь может идти речь. Секундочку. Так, якорь. Так, это ситуация, когда могут быть какие-то поломки. Это моменты, когда могут быть какие-то припоны в плане купли-продажи, недвижимости. Ну, в частности, продажи. То есть, что-то оформить, переоформить. То есть, знаете, как бумажная волокита. Может быть, какие-то еще внесения, изменения в техпаспорте. Кстати, когда все бумаги какие-то либо получаете, либо подписываете, перепроверяете абсолютно все. Потому что она в период ретро-меркурия, мы очень часто ошибаемся. Где-то какая-то буква пропущена, где-то какая-то цифра. А потом она вливается в большие проблемы и последствия. В особенности, если это будут вопросы, связанные с земельным кадастром, здесь нужно быть крайне бдительными. Еще могут быть какие-то напряженные моменты с вашими близкими из-за новостей. Ну, к примеру, пришел там штраф за превышение скорости. Вы там своего ребенка, ай-яй-яй, пожурили. Ну, то есть, или там кто-то из членов семьи, кто у вас там следит за коммунальными услугами, вовремя их не проплатил. Пришла какая-то пенеаль, штраф. То есть, здесь это не повод конфликтовать, обидно, досадно. Ну, ладно, самое главное, просто это быстренько, легко устранить. Что ж, я вам все закрываю со знаком плюс. Пусть неделя для вас будет легкой, шикарной, замечательной. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, как по факту отозвалась и отыгралась информация. Буду вам признательна за коммуникацию и за энергообмен. С вами я не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе. Продолжение следует...